Осенью 2010 года я изучал возможные причины гибели Нефертити, египетской царицы, супруги Эхнатона, фараона XVIII династии Нового Царства. С этой целью был изучен климат и погодные условия в районе Амарской долины, а также прилегающих областей северо-востока Африки. Данная тема включала и более фундаментальные вопросы, связанные в частности с динамикой литосферных плит. Весь этот обширный материал попал в девятую часть фильма о древнем Египте, который назывался «Гибель Нефертити» Эхнатона и Амарны. По старой классификации этот фильм именовался «Подделка. Сто лет обмана. Девятая часть». Подделкой был, собственно, цветной бюст Нефертити, хранящийся сегодня в Берлинском музее. Фальшивка вместе с тремя десятками других подделок, выставленных в том же самом уважаемом музее, была изготовлена в начале прошлого века бесчестным археологом и вместе с тем очень известным немецким египтологом Людвигом Борхардом. Сейчас мы опустим начало этого часового фильма, что составляет примерно 15 минут, и целиком воспроизведем оставшуюся часть. В этой оставшейся части имеется кусок, где рассказывается о самой высокой горе Африки, потухшем вулкане Тельманджаро, о котором рассказывалось в предыдущей, 59-й части конструктивного познания, которое, напомним, называлось «Глобальное потепление». Итак, смотрим концовку фильма «Подделка. Сто лет обмана. Девятая часть». Перед нами Мартская долина. Слева река Нил. Зеленеет сельскохозяйственные укодья, орошаемые поля. Справа гористая местность, лишённая всякой растительности. Большая часть долины занята песками, они окрашены в светло-жёлтый цвет. «Смотритесь в этот странный горный пейзаж. Что это такое? Похоже на речку. Воды, правда, не видно, но остались песчаные рукава протоки, которые проложила явно вода. Откуда она здесь взялась? Эта песчаная река находится в северной части Амарны. Мы видим, что песок от горной ложбины расстилается по всей пологой долине, где находились дома, дворцы и храмовые постройки новой столицы. Но сдвинемся от этой северной реки вправо, ближе к центру. Смотрите, в центральной части долины мы видим ещё две песочные реки. Присмотримся к самому большому высохшему руслу центральной части Амарнской долины. Видите, струи высохшего песка окаймлены какими-то чёрными точечками, как будто пунктирными линиями. Что это такое? Это растительность в виде кустарника с очень длинными корнями. Длинные корни удерживают растения на месте, когда дуют сильные ветры и верхний слой подвижного песка переносится в другое место. Почему растения держатся за своё место, а не ведут себя, как трава перекати-поле в Оренбургских степях? Да потому что корни растений на песчаных склонах достигают влаги. А откуда взялась здесь живительная влага? Очевидно, от дождей, которые время от времени в этой местности бывают. Видите тонкую нить дороги? Она ведёт к гробнице Эхнатона. А вот фотография сделана на этой царской дороге в январе 2010 года. На снимке мы видим большие лужи, оставленные явно большим проливным дождём. Вот карта, показывающая уровень насадков на всей территории Земли в январе месяце. Внизу цветная шкала. В зелёной области имеется риска 2 мм за день, что соответствует 730 мм в год. В синей области стоит риска 6 мм за день, что соответствует 2190 мм в год. В январе на африканском континенте осадки выпадают в Южной Африке ниже экватора. В июле синяя область располагается выше экватора. Теперь посмотрите, как изменяется уровень осадков в течение года. Нас, разумеется, интересует Нил и прилегающая к Красному морю область. Как видим, в среднем течении Нила осадки достигают уровня 1000 мм в год, что немало. Чем объяснить контрастное деление поверхности Земли на влажные и засушливые зоны, которые особенно отчётливо проявляются в Африке? Почему, например, в январе синяя область не заходит на территорию Сахары? Это объясняется симметричной системой движения атмосферы Земли, которая делится на 6 циркуляций. Три южных и три северных. Так что имеются две полярных циркуляции, две циркуляции, которые прилегают к экватору и занимают пояс Земли от нуля до 30 градусов северной широты и от нуля до 30 южной широты. Они называются циркуляциями Хедли. Наконец, есть две циркуляции умеренных широт, циркуляция Ферриэла, занимающих пояс от 30 до 60 градусов северной широты и такой же пояс южной широты. На границах, названных циркуляцией, на высоте 5-15 километров дуют струйные ветры, по-английски jet stream. Они имеют огромную скорость от 100 до 150 метров в секунду. Длина струи во много раз больше её ширины, то есть диаметра струи или её толщины. Полярная струя, дующая в районе 60-й параллели, намного толще субтропической, дующей на 30-й параллели. Причём полярная струя обычно находится ниже субтропической, на 5-10 километров. Интенсивные дожди идут в районе экватора и в районе полярного джета. На картинке показана белая облачность. Под воздействием тёплого и холодного воздуха струйные ветры смещаются в вертикальном направлении, так что холодные массы воздуха из полярных областей попадают в умеренные области и наоборот. Таким образом, струйные ветры извиваются, подобно змеям, горизонтально в плоскости Земли. Циркуляция в шести поясах происходит вертикально по всей толще атмосферы. Получается так, что верхние воздушные массы движутся в противоположном направлении относительно нижних воздушных масс. Вот как сотрудники НАСА изобразили динамику движения струйных ветров над поверхностью Соединённых Штатов. Как видим, полярные струи, окрашенные в коричневый цвет, являются определяющими для климата США. Субтропические джеты, окрашенные преимущественно в жёлтый цвет, извиваются сильнее и прерываются чаще. Несмотря на высокую динамичность атмосферного воздуха, сезонную изменчивость влажности, климат в тех или иных точках Земли определяется усреднёнными атмосферными параметрами. Что влияет на величину этих параметров, мы не знаем. Однако недавняя дискуссия относительно глобального потепления показала, что деятельность человека влияет на климат мало. В частности, уменьшение площади ледников на Килиманджаро вызвано отнюдь не увеличением выбросов углекислого газа. Ледники на планете уменьшаются или увеличиваются по иным, пока что неизвестным нам причинам. Но коль скоро ледников было много, в том числе на африканском континенте, климат тогда был гораздо более влажным. Если имеются отчётливые следы присутствия ледников в горах Атласа, на Эфиопском, на горе и в гористой экваториальной местности, значит, область высокой влажности захватывала районы среднего течения Нила и, в частности, Амарскую долину. Климат на Земле, температура и влажность той или иной точки планеты в первую очередь определяется расположением континентов, которые в течение многих сотен миллионов лет перемещались по поверхности Земли. Двигались, собственно, не к сами континенты, а литосферные плиты, на которых удерживались континенты. Согласно сегодняшним представлениям, 4-5 миллиардов лет назад существовала одна единственная плита, и все континенты образовывали цельно связанную сушу, суперконтинент Пангею. Затем мантия Земли треснула. Пангея распалась сначала на две, на два больших куска, Лавразию и Гондвану. Первичный океан Панталаса, суперморе, его называют еще Палеотетис, здесь в основу положено слово Тетис, то есть богиня морей. Первичный океан заполнил расщельный. Естественно, существуют различные мнения относительно скорости и направления перемещения литосферных плит и протоконтинентов на них. Общепринятая картина еще не выработана из-за отсутствия геологических, сейсмических и прочих данных, но в целом тектоническая динамика земной поверхности сегодня понятна. В частности, известно, что акватория Индийского океана расширяется намного быстрее, чем Атлантического. Австралия удаляется от Южной Америки со скоростью примерно 20 сантиметров в год, а Европа от Северной Америки со скоростью 2 сантиметра в год. Вот на этой карте длина стрелки пропорциональна скорости. Максимальная скорость движения литосферной платформы равна около 10 сантиметров в год. Вдоль океанических разломов, желтой линии, направления движения земной коры противоположны, так что скорость 20 сантиметров в год или 2 сантиметра в год складывается из двух компонентов, векторы которых направлены на запад и восток соответственно. Теперь посмотрите видеоролик, демонстрирующий движение континентов по поверхности Земли. Что происходило с земной корой первые миллиарды лет, мы представляем плохо. Обычно отсчёт ведётся от времени в 600 миллионов лет, когда Земля освободилась от сплошного ледового покрова, окутывавшего всю её поверхность. Последней фазой нашей анимации является состояние земной суши с хорошо известным нам очертанием континентов. Отличается данная картинка большой ледовой шапкой, накрывающей северное полушарие, что соответствует последнему ледниковому периоду, который начался 50 тысяч лет назад, а закончился примерно 10-12 тысяч лет назад. Толщина литосферной плиты заметно варьирует от 5 до 200 километров, поскольку за счёт циркуляции части внешней оболочки Земли захватываются конвекционными силами и увлекаются к центру Земли. По этой же причине варьирует и толщина земной коры, которая местами не достигает 5 километров, а местами уходит на глубину 100 километров. В мантии Земли, которая может уже залегать на глубине 100 километров, и достигать поверхности железно-никелевого ядра, происходит непрерывная конвекция затвердевших масс. С точки зрения физики, здесь имеет место циркуляция по геометрической схеме, напоминающей конвекцию воздушных масс в толще атмосферы. Только в недрах Земли циркуляция вызвана теплообменом между горячим ядром Земли, имеющим подвижную жидкую поверхность, и холодной воздушной массой, которая тоже, как мы знаем, непрерывно циркулирует. Направление движения литосферных плит на поверхности Земли противоположно направлению движения поверхности ядра Земли, точнее его внешней оболочки, занимаясь числой от 3 до 5 тысяч километров. Есть ещё неподвижное внутреннее ядро, радиус которого отчитывается от центра Земли, залегающего на глубине 6400 километров, до 5000 километров, если откладывать по радиусу. На границах конвекционных ячеек происходит, с одной стороны, поднятие больших масс Земли, с другой – опускание примерно таких же по объёму масс. Погружение литосферы вглубь мантии называется субдукцией. Внешне такой конвекционный процесс пророждается вулканической активностью, землетрясениями, горообразованиями и прочими глобальными изменениями внешней оболочки нашей планеты. Именно поэтому по этим явлениям судят о границах литосферных плит или, иначе сказать, тектонических платформ. В океанах за счёт субдукции происходит захват большого количества океанической воды. В итоге внутри Земли оказывается количество воды в 2-3 раза больше, чем на её поверхности, включая воду всех морей и океанов, рек, озёр и ледников. Вода вместе с общими для планеты конвекционными процессами совершает циркуляцию. Она либо близко подходит к поверхности Земли в виде так называемых грунтовых и подземных вод, либо выходит наружу в виде родников, гейзеров и источников рек. Таким образом, закон круговорота воды в природе выполняется строго, если учитывается циркуляция воды и влаги не только в атмосфере и на поверхности Земли, но и внутри нашей планеты. Эта карта демонстрирует возраст земной коры. Области океанического дна, окрашенные в тёмно-синий цвет, имеют возраст от 150 млн лет до 180 млн лет. Зелёный цвет соответствует возрасту от 70 млн лет до 120 млн лет. Жёлтый цвет близок к 50 млн лет, а тёмно-красный менее 10 млн лет. Ранее отмеченная высокая скорость расширения акватории Индийского океана – 20 см в год – на данной карте показана широкой зоной, закрашенной тёмно-красным цветом. Нас интересует северо-восточный регион Африки, где столкнулись две литосферные плиты – африканская и аравийская, совершающие независимое друг от друга движение по всей толщи мантии Земли. В этой местности, разделённой Красным морем, произошло горообразование. Данная местность сегодня именуется Эфиопским Нагорием. Эфиопское Нагорие сформировалось здесь 15 млн лет назад и считается молодым горным образованием. Вообще, все молодые горы, такие как Гималайи, Кальдерьеры и Анды, располагаются на периферии древнейшего суперконтинента. После раскола Пангеи на две части – Лавразию и Гондвану – начался интенсивный процесс дробления некогда единой литосферы на множество плит. Таким образом, внутренние границы между тектоническими платформами, на данной карте они отмечены фиолетовым цветом, окаймляются старыми горами – Уральским хребтом, Альпом и т.д. Новые периферийные горы на этой карте показаны коричневым цветом. Кроме того, Северная Азия разделена обширными водоразделами могучих рек – Лена, Енисея и Волга, которые питаются в основном за счет подземных и грунтовых вод. В Южной Азии наблюдается аналогичная сеть водных артерий – Желтая река, Тигр, Ефрат и Ингант. Течение этих рек отвечает закону круговорота воды в природу, включающему подкорковую циркуляцию водных потоков. Нил также удовлетворяет этому глобальному круговороту жидких масс. Река берет свое начало на Эфиопском Нагоре. Известно, что Эфиопия, Сомали и весь восток Африки к северу от экватора находятся под воздействием индийского мусона, приносящего обильные дожди. Осадки распределяются по территорию материка очень неравномерно. Причем различия в их уровнях заметно ощущаются в пределах небольших климатических зон. Так, в центральной и восточной экваториальной зоне ежемесячный уровень осадков достигает 10 тысяч миллиметров, а в Эфиопии – 2-3 тысячи, здесь же рядом, в Сомали, в 10 раз меньше. Вдоль всего западного побережья Красного моря средний уровень осадков равен приблизительно от 100 до 250 миллиметров. В восточно-африканских горах он в несколько раз выше, особенно в акватории Голубого Нила, главного притока интересующей нас реки. Но опять же, нарисованная нами картина осадков касается сегодняшнего дня. А что определяло климат 3-4 тысячи лет назад в этой гористой части света, то есть на территориях Эфиопии, Кении, Уганды, Танзании, ледники? Их площадь и толщина во много раз превышала объемы, которые остались на горах в наши дни. На этой карте чёрными кружками отмечены следы скопления ледников, которые существовали после окончания последнего ледникового периода, то есть начиная от 10-12 тысяч лет тому назад и вплоть до наших дней. Как видим, существует три ледниковых группы. Первая на севере Африки – 7 вершин Атласа. Как говорили древние греки, 7 атлантов держат небо над Средиземноморьем. Вторая ледниковая группа находилась на известном нам Эфиопском Нагоре, а третья – в районе озера Виктория. На первых двух группах гор ледники растаяли, на третьей – экваториальной – ледников мало. Они уже не делают погоды, в прямом смысле этих слов. Тем не менее, оттавшиеся ледники позволяют нам понять, что происходит с климатом, когда льда на вершинах гор нет. Почему ледники остались на горах третьей группы? Только по причине высоты вершин. Самая высокая гора Атласа – 4165 метров. На Эфиопском Нагоре рекорд – 4620 метров. Рекордсменом экваториальных гор является Килиманджара. Её высота – 5 895 метров. За ней идёт гора Кения – 5 202 метра. Килиманджара в Танзании. Наконец, в Уганде имеем группу высоких гор под общим названием Рувензори с максимумом в 5 109 метров. Таким образом, высота в 5 километров – это гарантия ледникового покрытия на сегодняшний день. В начале 2000-х годов тайне ледников Килиманджара привлекло всеобщее внимание. Считалось, что их исчезновение вызвано деятельностью человека. Однако, пройдя минимум, который пришёлся на первое десятилетие нашего столетия, масса ледового покрытия на вершине потухшего вулкана Киба стала снова постепенно расти. Верно, что среднегодовая температура на поверхности Земли может колебаться, но деятельность человека на эти глобальные изменения температуры сказывается незначительно. Вот карта кратера Киба, на которой нанесены границы ледникового покрова с 1912 года – светло-зелёный цвет, по 2007 год – тёмно-синий цвет. На более ранней карте, составленной в 1964 году, зелёным цветом закрашены ледники, которые зафиксированы в 1962 году. Эта карта хороша тем, что на ней тонкими линиями зелёного цвета указаны границы древних ледников. Если нынешние ледники не опускаются ниже 5 километров, то языки древних ледников, от которых остались характерные следы на поверхности горы, их называют маренами, опускались ниже уровня 4,5 километра. Эта карта ледников горы Кения прекрасно демонстрирует нам скорость таяния ледников. За самым большим ледником Кении, названного в честь альпиниста-исследователя Льюиса, учёные вели наблюдение с 1893 года. Далее мы видим границы этого ледника, нанесённые в 1899 году, затем в 1926-м, 1934-м, 1941-м, 1947-м, 1957-м году. Ледник, подобно шагренивой коже, быстро уменьшается. Светло-зелёным цветом окрашены площади ледника, зафиксированные в 1963 году. Тёмно-зелёным цветом окрашены ледниковые площади 1973-го года. Таким образом, менее чем за столетие ледник Льюиса уменьшился почти в два раза. Посмотрите, как выглядели ледники Кении в 1976-м году. Из космоса. Видно большое белое пятно. Это ледник Льюиса. А так выглядят ледники Кении на спутниковой карте системы Google сегодня. Теперь сравните с двумя аналогичными фотографиями Килиманджаро. Это снимок горы сделан 2 сентября 1980-го года, а это снимки горы, сделанные средствами программы Google Земля. Нужно отдельно сказать, что в связи с подписанием Киотского протокола, касающегося финансирования программы по уменьшению вредных промышленных выбросов, некоторые почтенные международные организации начали спекулировать на собираемых исходных данных цели уменьшения издержек при выполнении своих обязательств в рамках указанного протокола. Влияние человеческого фактора на потепление климата планеты явно завышено, но, как бы там ни было, нужно признать, что ледниковые поверхности африканских гор уменьшились во много-много раз. Ниже мы увидим, как этот фактор сказался на климате в долинах Нила. Все мы изучали в школе закон круговорота воды в природе. Вблизи экватора, где находятся истоки Нила, в отношении этого закона имеются три особенности. Первая касается времени выпадения осадков. Даже в средних широтах дожди идут чаще всего весной и осенью, но на экваторе эта временная зависимость выражена намного сильнее. Во время равнотенствия, которые бывают два раза в год, весной 22 марта и осенью 21 сентября, на экваторе ровно в полдень Солнце стоит в зените. В этот момент горы, деревья, любые высокие объекты на поверхности Земли не отбрасывают тени. Прямо падающие лучи Солнца высушивают все, что содержит влагу. Испарение влаги самое максимальное именно в это время. Отклонение лучей от угла 90 градусов приводит к снижению интенсивности испарения по закону Кочинуса. Однако, этот закон уходит на второй план, когда появляется тень. Тень от высоких гор накрывает огромные территории, на которых испарение влаги резко снижается. Посмотрите на Килиманджаро. С солнечной стороны почти нет ледников. Все они сосредоточены там, где большая часть суток не освещается Солнцем. Везде, в районах экватора, сезонные колебания температуры небольшие. Там нет резких температурных границ между зимой и летом. Год делится на два сезона дождей, осенний и весенний, и два сезона относительно сухих, летний и зимний. Гораздо резче температура меняется в пределах суток, особенно это касается вершин гор, где лежат ледники. Средняя суточная температура, а значит и среднегодовая, на Кириманджаро, равна приблизительно минус 7 градусов по Цельсию. На Кении минус 5,5-6. Таким образом, испарение ледников происходит без перехода льда в жидкое состояние. При нагретом, выше нуля воздухе, лёд тает с образованием луж или ручейков вокруг него. На вершине Кириманджаро они отсутствуют. До сих пор огромные массы льда удерживаются на южном, очень крутом склоне горы, что было бы невозможно, если бы средняя температура была плюсовой. Мы все видели, как весной, с приходом тёплой погоды, даже с пологих крыш домов, съезжает скопившийся зимой снег. Ничего подобного на крутых склонах Киба не происходит. Вместе с тем, чётко работает закон тени. Как только Солнце немного сдвигается от точки зенита, тут же, в северной стороны, появляются огромные площади, на которых практически отсутствует испарение. Таким образом, ледники тают под действием прямой солнечной радиации, совокупная энергия которой составляет примерно 1 кВт на квадратный метр. Правда, здесь нужно учитывать высокую отражательную способность льда, направление и скорость света, в среднем на Телеменжаро она равна 5-6 метров в секунду, и прочие факторы. Каким бы сложным ни был физико-математический расчет, опыт показывает, что отход Земли от точек равноденствия по времени всего на один месяц на экваторе это соответствует отходу Солнца от зенита на 15 градусов, приводит к заметному снижению интенсивности так называемых зенитальных дождей. Эти зенитальные дожди по окружности экватора идут во всех частях света и в Южной Америке, и в Азии, где-нибудь на Шри-Ланке, везде. В средней широтах накопление в атмосфере достаточного количества влаги происходит в течение нескольких дней или даже недель. Выпадение осадков в виде дождя тоже происходит не быстро и не столь интенсивно. Обычно происходит так. 3-5 дней стоит теплая солнечная погода, затем 2-3 дня идет дождь. На экваторе смена погодных условий происходит несколько раз в сутки. В течение 3-4 часов перегретый воздух, содержащий большое количество водяных паров, поднимается вверх. На высоте 5-6 километров остывают, пары воды конденсируются, превращаются в капли дождя, которые в течение часа выпадают снова на Землю. Затем 5-6 часовой цикл повторяется. За сутки может произойти 2-3 или даже больше полных циклов. Вдали от экватора периоды растягиваются, например, день стоит солнечный, а с заходом солнца набегает туча и ночью, когда становится особенно прохладно, проливается ливнем дождь. В северно-восточной Африке имеется еще одна особенность, связанная с большим горным массивом, который в древние времена был покрыт ледниками. Горы изменяют направление ветра и более резко меняют закон круговорота воды в природе в пределах небольших территорий. Взгляните на эту диаграмму, показывающую уровень осадков вокруг горы Кене в наши дни, когда ледников на ней очень и очень мало. На самой вершине и вдали от горы в низине осадков немного, менее 500 миллиметров, а на уровне двух километров над уровнем моря в юго-восточном направлении уровень осадков увеличивается в пять раз. Область дождей здесь она заштрихована синим цветом сравнительно небольшая и достаточно стабильная. Влага испаряется с обширных территорий вокруг горы, а дожди выпадают в небольшой области, которая привязана к одному месту в течение многих веков или даже тысячелетий. Интенсивность, местоположение и площадь выпадения осадков зависит не только от направления ветра, но и от площади ледников, которые способствуют скорейшей конденсации паров. Наконец, третья климатическая особенность, влияющая на круговорот воды в природе, связан непосредственно с окружающей Амаровской долей гористой местности в виде обширных и взняковых отложений. Во время сезонных осенне-весенних паводков Нила, сюда в средние течения реки в древние времена приходили интенсивные зенитальные линии, они проливались на каменистую поверхность восточных гор и порождали целые реки воды, которая мощными потоками уходила в Нил и далее в Средиземное море. Здесь не было тех условий, которые существуют на территории экватора. То есть нет толстого рыхлого слоя красной, красно-желтой или бурой почвы, содержащей высокий процент оксида железа, на которой произрастают высокие травы и так называемые ферролистные леса. Нет буйной тропической растительности, которая впитала бы и быстро испаряла за счет листвы большое количество дождевой воды. Наблюдается обратная картина, которую можно наблюдать в неустроенном городе. Все улицы и площади полностью засфальтированы, а ливневая канализация отсутствует. Так что вся пролившаяся с небес вода вместе с песком и грязью устремляется с холмов и вершины в низины и долины, заполняет котловины, пробивает балки, овраги, каньоны, через лощины ищет самый низкий уровень в данной местности, который в конечном счете совпадает с уровнем реки. Если зенитальный разлив в верховьях Нила сопровождается ливнем и дождями на обширных территориях восточно-африканских гор, то подъем воды в среднем течение веки многократно увеличивается. Амарская долина и горный рельеф рядом с ней однозначно свидетельствует, что Нил обладал колоссальной мощью. На это указывает в частности Амарская хорда, которая собственно и создала долину, в которой Эхнатон пытался построить новую столицу египетского государства. Хорда срезала изогнутую береговую линию так, что поток воды вместе с иилом, глиной и камнями преодолел небольшую возвышенность восточного берега реки. Потеряв поступательную энергию, воды не смогли пробить следующую береговую преграду и закружились в вихре все больше и больше подмывая восточные горы. Нил возник вместе с Эфиопским Нагорем примерно 10-15 миллионов лет назад. В то время север нынешней Африки был залит еще водами Средиземного моря. Дельты не было. Нил впадал в один из скалистых заливов этого внутреннего моря. Где-то в тот период, несколько миллионов лет назад, образовалась и Амарнская долина. Очевидно, что при больших наводнениях под водой оказывалась не только вся пойма Нила шириной от 30 до 50 километров, но и гораздо более широкие речные террасы. Осматривая окружающий ландшафт, мы должны отчетливо понимать, после окончания горообразования, вызванного движением литосферных плит, всю прочую работу по изменению рельефа местности взяла на себя вода. Верхние уровни, которых она достигала, хорошо видны на склонах гор. Сегодня кажется удивительным, что вода могла перемахнуть через береговую возвышенность и проточить пусть не глубокое, но практически идеально прямолинейное русло шириной около 4 километров и длиной около 30 километров. То, что хорда не слишком глубокая, однозначно говорит о том, что вода по ней текла не каждый год, а только при очень больших наводнениях, которые случались возможно раз в 100 лет или даже реже. Прямолинейность хорды указывает на высокую скорость и вязкость грязевого потока. Этими свойствами русло хорды заметно отличается от других высохших русел рек, которые называются Вади. На карте мы видим, как большое извилистое Вади присоединяется к прямолинейной как школьная линейка хорде с восточной стороны. На всем протяжении Нила нет ничего подобного, а это значит, что здесь в среднем течении река приобрела самую максимальную мощь. Во время Эхнатона и Нефертити Нил уже не обладал той первобытной энергией, которая прорезала в каменистом береге Амарскую хорду. Но хорда никуда не делась. Ее русло стало выполнять функцию водосборника и водоканала для огромной массы дождевой воды. Как уже говорилось, во время ливней в районе Амарны вода не впитывалась почвой, как это бывает в экваториальных зонах. Мы уже показывали большую лужу на дороге, ведущей к гробнице Эхнатона. Вся вода устремляется в низины и, в конце концов, в долину, где люди возвели свои непрочные постройки, сделанные преимущественно из глиняных кипячей, высушенных на солнце. Вспомните, какое страшное наводнение было на улицах Москвы этим летом. Виной засоренная дождевая канализация и отсутствие достаточного количества дождевых приемников. В Амарской долине все выглядело куда хуже, чем в Москве. Представьте себе кромешную ночь. Начался ливень, вода в реке быстро поднимается, она сносит близко стоящие к воде жилые дома. Люди выбегают на улицу, пытаются бежать на восток, в горы, но сверху на них обрушивается огромный поток дождевой воды. С площади несколько сотен квадратных километров гористой местности дождевая вода устремляется низ по песчаному склону. Выхода нет, все должны погибнуть. Команда Барри Кэмпа, ведущая сегодня раскопки южного кладбища на территории Вади, то есть на северной территории Амарской хорды, находила останки людей, которые были не только захоронены, но и погибли в том месте во время потопа. На карте напротив северной оконечности хорды мы видим большое зеленое пятно. Это сельскохозяйственные угодья. Очевидно, и сегодня здесь, на юге долины, не ощущается дефицит воды. На севере Амарской долины, где находились дворцы и храмы Эхнатона, людей проживало мало. Основная масса жителей города селилась на южной стороне долины, куда однажды вылилось максимальное количество воды со стороны хорды. На этой карте синими стрелками показаны основные направления дождевых потоков. Вода на территории хорды собиралась с прямоугольника размером 4 на 20 километров. Но не только. Сюда нужно приплюсовать воду, которая поступала примерно с половины площади восточного берега, обращенного к Амарской долине. Если внимательно присмотреться к руслам высохших рек, можно увидеть, что потоки воды образовали толстые многослойные структуры. Накопление слоев наносного грунта происходило в течение многих тысяч и миллионов лет. Наращивание толщины водотоков происходит по тем же физическим законам, что и наращивание длины и толщины сталактитов и сталагмитов известняковых образований, напоминающих ледяные сосульки. Их прибавление идёт за счёт выпадения в осадок минеральных веществ из насыщенных водных растворов в известняке, гипсе, песчанике и прочих осадочных породах, которые хорошо растворяются в воде, непрерывно идёт обновление структуры материала. Минерализованная вода, стекая или испаряясь, оставляет на месте содержащийся в ней осадок. По количеству и толщине известняковых слоёв, как по кольцам деревьев, в принципе, можно определить возраст высохших русел. Дендритовые вади хранят историю климата Северо-Восточной Африки. Заключённую в них информацию нужно только уметь извлечь и правильно расшифровать. Описанный химический процесс переструктурирования известняка объясняет непроницаемость грунта для воды. Основная масса дождевой воды не впитывается берегами Нила, а стекает в русло реки и уносится вниз по течению к берегам Средиземного моря. Посмотрите на этот спутниковый снимок. Мы видим, как густой дождевой поток устремился к какому-то древнему строению. Когда масса дождевой воды достигла критического значения нижний угол строения не выдержал и рухнул. После этого грязевой поток продолжил свое движение вниз к реке. Это произошло недалеко от дворца, но то же самое происходило со стенами дворцовых построек. Они тоже были сметены селевыми потоками, перед которыми ничего не могло устоять. Представьте себе ужас царицы, когда ее вместе с маленькими детьми застал ночной ливень. Гибель трех ее дочерей и ее самой от такого природного катаклизма это наиболее вероятная причина, которая рано или поздно должна была появиться. Царица и три ее младших дочери погибли первыми. После случившегося царь Эхнатон вывез в старую столицу трех старших дочерей, свою мать Тию и своего наследника Тутанхамона, а сам с приближенными остался в новой столице в надежде, что катастрофа больше не повторится. Он не роптал, конечно, бог дал, бог взял, скорее всего, он посчитал, что его бог Эхнатон прогневался на него, Эхнатон собирался больше его не сердить, но очередной потоп, случившийся через пять лет, убил его и большую часть жителей Амарны. Посмотрите на этот спутниковый снимок. Мы видим, как сель смела часть городских построек. Обитатели этих домов погибли. Сегодня на территории смытого потопа города возведены новые дома. Прибрежная часть долины занята сельскохозяйственными полями. Но до сих пор остается немало признаков того, что три с половиной тысячи лет назад на этом месте произошла страшная беда.